Спиннинг Слодок Константин Тополов Костя, слово тебе Давай, наверное, начнем с АЗОВ Я не знаю, что в твоем понимании Первоначально и какие размеры воблера Должны быть в коробке воблера-омана Ну, это вопрос, конечно, риторический И каждый подходит По-своему к этому В моей коробке практически Все Приманки Джекл Хотя я использую другие приманки Но редко к ним прибегаю У Джекла есть все необходимое На что я могу поймать щуп Есть такой воблер Малас от Лаки Крафта Да, очень Да, вот очень уловистый Но я бы в противовес поставил Джекл Рада 114 Мало кто может Грамотно ловить на него Потому что воблер Требует к себе внимания Уверенному Рывку твичингу Вообще твичинг Что такое твичинг? Твичинг это анимация приманок Рывковой проводкой Не тягучий твичинг Не просто подтяжка Удилищем А удар Вершина И спины Прослабленной лески Только тогда Приманка Начинает Широко Рыскать Из стороны в сторону Совершая Длинная гаусс Проведу параллель Вот ты сказал Малас Если кто-то знает Что такое Лаки Крафт Малас Это безлопастной воблер Чем-то напоминающий Внешний поппер Рада в этом смысле Тоже на него похожа Здесь нет Классической лопасти И назвать его Ни поппером Ни уокером Однозначно невозможно Форма Мину У Маласа Ну там Вообще тяжело По форме сказать То есть Чем хороши Такие воблеры Они уникальны Не просто В своем В своей форме Они уникальны Именно в своей концепции То есть У них Помимо просто Твичинговой проводки Есть Куча возможных вариаций Ими управлять Да я правильно понимаю Да Вот И Ко всему прочему То есть Одна приманка Способна заменить На том же Мелководье Или на небольших Глубинах Целую кучу Приманок В этом И большой Конечно плюс Ну и наверное Давай Мы пока перешли К оплетике Давай немножко Об общих Таких понятиях Да Вот в твоем понимании Вот например Начинающему Твичингисту Что там Десять воблеров Я имею ввиду Например Размер Форма Мину Шеды Кренки И так далее Что необходимо иметь Чтобы ловить Всего нашего хищника Который живет В нашей центральной плате И так далее Я хотел бы еще Уделить момент тому Что воблеры Бывают разные Бывает Работа Именно с конкретным местом На коротке Или поисковые воблеры Как вот воблер Рада Чем он хорош Потому что у него Очень хорошие Полетные качества И я с больших площадей Могу Ловить щупы Ну Некоторые мои друзья Удивляются Как так получается Что Достаточно уловистый воблер Что касаемо Точечного применения Воблеров Это Воблер Джекл Моголон Моголон Также совершает Широкие Галсы Широкие Разворачиваются Со стороны Этот воблер Используется Для точечного применения Если ты знаешь Что щука там есть И она не хочет Реагировать На никакие Другие приманки Она обязательно Клюнет Среагирует На этот Суспензи Сначала 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 У нас Это составник Сначала У нас В России Появились Вот эти Большие Моголоны Потом спустя Буквально Год Наверное На смотрение У тебя все боевые Там уже У половины Нет хвостика Ну я напоминаю Ты сейчас будешь Говорить про Его младшего брата Тайни Моголон Да Тайни Моголон Вот это Тот же Моголон Только в более Мелком размере Немножко В другом Заглублении Да Этот Воблер Идет До полуметра Если Моголон Не будет Восемьсот Например До полуметра Полетные качества У них Одинаковые Хотя Приманка Около Восемьсот Миллиметров Раздел Но Сбалансировано Так Что Достаточно Дальние Загрузы И практически Вот этими Тремя Воблерами Я Вовлю Щуку В моей Коробке Ну как Это Уже Остальное Как Дополнение Когда Пристрастие Рыбы Бывает Изменчивое И она Не хочет Конечно Ловить На какие-то Мои Вот эти Приманки Эти Моголоны И радует Это Составники Которые Вот Допустим Начинающему Скингисту Хорошо Подошло Для Ловли Щуки На Равномерной Проводке А ну то есть Вот смотри Если например Говорить про Моголон и Тайний Моголон Это двух Составник В принципе В освоении Что новичку Что профессионал Ничего сложного Не представляет Сам Ловлю Очень доволен Воблер Действительно Уловистый Такой поточечной Работе Как ты правильно Сказал По местам Он совершенно Классно Активную Среднеактивную Щуку В принципе Любого хищника Который там Стоит Он его хорошо Провоцирует Если говорить Про Составники Которые Уже многочастные Такие как Дека По Макуру Это уже Более сложный Воблер В смысле Своего производства Но В плане Как ты правильно Сказал В данном случае Модель Она Практически Поверхностная Большей части Вот И она Хорошо подается Простой Классической Анимации Или потяжками Или равномерной Проводкой Я хотел бы Посоветовать Начинать Спиннингистов Начинать С равномерной Проводки А уже Твичинг Придет Сам по себе Где-то Подвернут Вот Маки Слим Это еще один Пример Многосоставного Да Вот его Брат Лима Лимузин Другая Лопасть У него Менее Широкая Амплитуда Более Узкая Амплитуда Игры Но Они Идетичны По конструкции Только У них Лопаты Это Поверхностники Предповерхностники Да Это Поверхностники Предповерхностники Но Конечно В коробке Любого Спиннингиста Все зависит От пристрастии Рыбы В каком Горизонте Она Находится И Если Она Находится Под поверхностью Это Поверхностные Приманки Если Она Имеет Желание Схватить Воблер На метровой Глубине Уже Применяются Воблеры С больше Заглубления В моей Коробке Два Воблера С Смешмином Сотые Сто Сто Десятые Отличная Рыба Бывает Рыба Не хочет Реагировать Не на Мину Не на Кренки А хочет Реагировать На Широкотелые Приманки Это Слайдеры Или У Джекала Есть Бэби Герон Часто Такое Бывает Когда Приманка Реагирует Работает На Твичинге Дорожкой Это Серия 10-15 Рыбков Реагирует С последующей Паузой И В дальнейшем Сериал Продолжается Рыба Не только Находится В литровых Галюбинах Здесь Стоит Нослава И Необходимы Приманки С более Одного Так Загубления В моей Коробке Есть Такие Приманки Как Дауз Видер Это Идеальный Сустендер Хорошо Выдерживает Горизонт Замирает Вернее На Длительных Паузах Ловит Судака Щеку И Локу И Как Б То есть Он даже На строе В принципе Достаточно Хорошо Замирает Да Да Это Только Заброс Нужно Производить Вверх По Течению И Его Славлять Руками Можно У тебя Такой Вопрос Вот Смотри Воблеры Можно По Степени Их Получите Поделить На Три Основные Группы Это Плавающие Это С нейтральной Плавающей Те самые Суспендеры И Это Тонущие Можешь Отдельно Затклить Внимание На каждом Из Классов И В каких Случах Оптимальнее Применять Применять Те Или И И По Степени Плавающие Группы Поскольку Я смотрю У тебя Здесь И Суспендеры Плавающие Тонущие Ну Смотрите Нет Все Зависит От Перестрасти Рыбе И Точно Сказать Что Сегодня Рыбе Нужно Это Нельзя Предугадать Потому Что Каждая Рыбалка Начинается С Чистого Листа Вот Допустим Рада Мину Она Идет Горизонте Полуметр Но Это Тонущий Воблер Его Можно Практика Показала Что Его Можно Проводить Как В Заросших Водоемах На Глубине Полуметра Так же И Заглублять Его На Метр На Два Забросил Подождал Применка Спустилась Да И Его Можно Увести В Дубль Метров На Дубль Метров Глубине И Приманка Очень Хорошо Работает Ну Суспенди Понятно Пассивная Рыба Но Пассивная Рыба Бывает Ловится Прекрасно Она На Тонущие Воблеры Что Касается Плавающих Воблеров Это Когда Кинуж Изменить Горизонт Проводки Дно Допустим Заросит Проводки Ну Допустим Водоем Глубиной Два метра И Полметра Зарос Травой И Совсем Поверхностные Приманки Допустим Глубина Очень хорошо Реагирует Весной Или там Агустенем По открытой Воде На Уокер Ну На попер Там И поперы И океры Вот Есть у меня Такая Оригинальная Палиманка Реагирует Биркси Называется На Витр Очень Напоминает Попер Ну И Пробейт Напоминает Ну В действительности Это Уокер Только Уокерная Проводка Заставляет Весь Потенциал Раскрыть Да Раскрыть И рыба Очень Сначала Ред Чем Он Полюбился Мне Как Уокер Гибридная Приманка Она Поднимает Рыбу Даже В то время В полную В жару Летом Когда Рыба Прекращает Реагировать На Классический Уокер Гибридная Приманка Ну Просто Рыбу Рыба Просто Остановится Разъяреной Да Я еще раз Немножко Заострю Внимание Вот На Такой Приманке Это Действительно Симбиоз Нескольких Видов Приманок Потому что Хоть это и поверхностник Но это не простая поверхность Как правило Костя сказал Это гибрид То есть В хвостовой части Мы видим Пропеллер Что Подразумевает Отношение Приманки К Проплейтам А Собственно Носовая часть Выполнана В классическом Попверном В исполнении Но Опять-таки Это все-таки Вокер Хоть это и гибрид Но Это Вокер И Именно Проводка Дорожка Или Вокз Док Как это Называется Собака На поводке Вот этот Гибрид Расскрывает Все свои Возможности За счет Вот этого Лепестка На месте Анального Плавничка За счет Вот этого Пропеллера Действительно Он не просто Даже поднимает Самую пассивную рыбу Когда вот Или жара Начинается Или она Прижатая Более В глубине Стоит Она еще Из большой Акватории Собирает За счет Дополнительного Шума То есть Им можно Пользоваться Например На раскатах Как разведчикам Правильно То есть Выставить Самую активную Рыбу Да Действительно Очень уникальные В коробке Я считаю Что Но Если не у начинающего То у профессионала Это 100% Приманка Которая должна быть Она не просто Обязана Она имеет Особый статус И вот Я смотрю Просто На Косте Боевой экземпляр Ну На нем Живого места Мало Можно найти Она действительно Вся искусна Поэтому Приманка работает Можно взять в руки И посмотреть Она Это доказывает Своим одним видом Тое слово тебе Ну Все зависит От условий Где вырабатывают Бывает Рыбалов Ездят В то же место И нужно Подобрать Приманки Также Необходимы Крэнки Также С разнообразным Заглублением Где-то Нужно Применеть Эти Воблеры На полуметровой Для меня Где-то На двух На глубине Прекрасно На них Реагируют Знаешь Какой Хочу тебе вопрос Задать Вот смотри Мы проговорили Про Воблеры Миновых Ты как раз Начал Про Крэнки Фетер В чем Преимущество В чем Минусы Одни Перед Другими В какое Время Лучше Пусть даже Вода Применять Мину В какое Время Лучше Применять Крэнки Или Например В течение Дня То есть Активность Реагируется Реагируется Люди Говорят Да Рыбан Минусы Не Можем Такого Быть Все равно Находишь Крючек Какую Приманку И Лучше Вот Еще Хотел Б Показать Интересную Приманку Это Джокер С 20 Джек На Первый Верят Это Мил И Он И Работает Так Мил Но Раковина На Подбородке Находящейся Сознает Бульки Хлюпы Он Работает Гибрид Покера С Воблером Минус Есть Гибридные Приманки Не то Что В прошлом Году Когда у нас Стоял Бассейн Я На этом Вобле Остановился Отдельно Он Просто Произвел Некий Такой Фрор Потому Что Скажем Так Если Взять В руки Посмотреть Не Совсем Понятно Применение Вроде бы Мину Достаточно Шевер И Судя По Лопату Он Заглубиться Не менее Метра Да А Оказывается Что Приманка Опять Таки Гибридная Но Не просто Гибридная Вот Эта Выемка Скажем Так Попперная В его Подбородковой части Она Позволяет Да Надо сказать Что Воблер В воде Находится Вертикально Вертикально Большая особенность Мало Кто это может Понять Когда Он Просто Лежит В коробке Воблер В воде Находится Вертикально Каждый Рывок Этим Воблером Делает Плюх За счет Вот Этого За счет Вот Этой Выемки Подбородковой Части Соответственно Классическая Рывковая Анимация Например Дорожки Делает Еще и Развороты Каждый раз В сторону Плюс У него Шикарная Шумовая Камера Им Можно Облавлять Не просто Большой Акваторией Он Способен Соблазить Даже Пассивного Хищника В своем Роде Даже У Японских Собратьев Мало Аналогов Этой Приманки И Когда Народ Живьем Видел Что Она Может И Как Действительно Когда В статике На него Смотришь В мину В мину Вроде бы По лопате Действительно Заглубля Воплер Работает В предповерхностном Горизонте Он Не глубоко Ныряет Но При этом Могу С уверенностью Сказать На моем Опыте Сейчас Костя Я думаю Подтвердит Дополнит С 2,5 метров Я поднимал Шубу На этот Воплер Я хочу Сказать Да При заглублении 2 метра Бывают Сильно Зарушенные Водоем Со Стелящейся Травой И Рыба Пробираясь Через Траву Выскакивает На поверхность И хватает Этого Воплера Я не хотел Подвезти Литов Тема Воплер Она Очень Широкая Но Рыболов Должен Име Достаточное Количество Приманок В своих Коробках Чтобы Спровоцировать Хищника На атаку Это Не единственная Моя Коробка Может У меня Я не знаю Их не считал Но Не меньше Десятка У меня Так что Ну Давай Здесь Пусть и Не заключительное Но Результирующее Резюме Скажем так Основа Успеха Это Разнообразный Ассортимент Воплеров Правильно Я тебя Помню Второе Это Воплеры С разной степенью Плавучести И третье Соответственно С разной степенью Заглубления Плюс ко всему Не получается У вас Рывковая анимация Я от себя добавлю Костя сейчас Каким образом Дополнится Не получается Рывковая анимация Делайте так Как вы ходите Пробуйте Подбирайте Смотрите Ведь На самом деле Дело зависит Не только в том Как вы Анимируете Приманку Дело еще Состоит И в катушке И в чнуре И в общем-то И в спиннинге Которым вы Это Производите Поэтому Старайтесь Подбирать Всю снасть Максимально Правильную Под определенный Вид приманок Ведь Воплеры По сути Свои уникальны И когда Разработчик Их создает На самом деле У японцев Очень большие Потенциалы И возможно Заложены В каждую Приманку И раскрыть Зачастую Не хватит И одного И двух лет Это можно На протяжении Пяти Даже десяти лет Раскрывать И только Где-то с опытом Приходят Какие-то Особенности Поэтому не бойтесь По сути Рыбалка В своей массе Особенно спиннинговую Ее часть Это Ну импровизация Да Я боюсь Этого слова Да Тричинг Это импровизация Это Поет мысли Ты представляешь Как Приманка Должна двигаться И Заставляешь Ее так делать Только Практика Может научить Рыбалов Ловить На воблину Или Даже На те же Колеблющиеся Блесны И Джик Но Воблиная рыбалка Это Моляна И интеллектуальная Получается Ну тут Я пожалуйста Соглашусь Да Все таки Именно Вот В применении Твичинга И ловли Рывковой анимации На воблины Это Серьезно Другая Страна Аспекта Спиннинга Чем Джиговая Ловли Я ни в коем Случае Не умоляю Особенности И возможности Джиговой Рыбалки Но здесь Действительно Ну основная Задача Наверное Любого Спиннингиста Это Распрыть Возможности Этой Приманки Потому что Потенциал Я говорю Еще раз Заложенный Теми же Японцами Он очень Огромен В каждой Приманке Ну и Наверное Подведя итоги Стоит сказать Что Цвета Ассортимент Заглубления Формы Размеры Это Уже Приходит С опытом Сразу Могу Сказать Что Десяти Воблеров В разной Форме В разном Заглублении С разной Степенью Плавучести Для того Чтобы Начать Ловить Видиков Будет Достаточно По себе Знаю Пробовал Когда Начинал Было Не больше Десятка И можно С успехом Ловить Главное Подойти С пониманием Не просто Из расчета Бюджета А именно С пониманием Подойти На сегодняшний День Мы можем С уверенностью Говорить Что В разном Ценовом Диапазоне Существует Достойный Воблеров Что в бюджетном Сегменте Что в дорогом Топовом Японском Сегменте Плюс ко всему Никогда Не забывайте О том Что Если что-то Не получается Это не значит Что вы Обязательно С неправильно Пришитыми руками И так далее Нет Надо всегда Пробовать Надо искать Надо пытаться Понять И найти Ту самую Золотую проводку Для каждого День Я хочу Сказать Только Практика Уже Не научить вас Работать Удилищем Как Веником В бане Вот это Будет Настоящий Твитинг Вы сможете И влево И вправо И вниз В любом направлении Как бы Держать Удилище Заводить Переманку Заставлять Ее Провоцировать Чуть Вот я еще Хотел Немножко Вернуться Креста Семь рыбы На ярком Примере Наверняка Многие Наблюдали Как кошка Нападает На какую-то Игрушку Или там На перышко Или там Бантик Какой-то Крязный На одно Она хочет Нападать На другое Не хочет Нападать Так же Шевогля Так же Шещука Нужно Подобрать Ту Приманочку На которую Она будет И ту Проводочку На которую Она будет Реагировать Согласен С тобой Полностью Поэтому Практика Практика И еще раз Практика Ну а Для вас Друзья Хочу сказать Что Завтра На нашем Стейде Начиная Опять-таки С 12 часов Дня Будут Проходить Мастер-класс И у нас Будет Еще Много Интересных В том числе И Костя Будет В очередной Раз Рассказывать Что-то Опять Про Бублерную Рыбалку Мы с ним Вместе Подискутируем На эту тему И будут Конкурсы Конкурсы С прекрасными Призами От наших Брендов Нордстрима Джакал Вот И От Нового Направления Нордстрима Это Ловно Форели Прудовой Поэтому Милости Просим Участвуйте Активно Посмотрите На вашей Вы не хотели бы На вопрос Задать Вопрос Задать Не хотели бы Как побольше Поймать рыбу Практика Чаще На рыбалку Ездить Надо